Техническую задержку, мы начинаем прямой эфир. С вами президент-основатель компании Infinii, Хитеш, и я буду помогать вам проводить перевод. С вами Фомин Алексей. Мы находимся в Хьюстоне, в одном из помещений компании Infinii. Добро пожаловать на эту важную информационную встречу. Хитеш, you're welcome. Awesome. Well, thank you very much. I'm very excited to be here. Алексей has done an incredible job of taking this to Russia and bringing people from Russia in here. It's one of our largest teams at this point. I think we've crossed 11,000 members from Russia already. And that's just in our beta-free launch. So we're very excited about what's coming and what we'll be able to provide very soon. Хитеш делится с тем, что мы, русская команда, совершенно такую большую работу проделали. В нашей команде уже больше 11 тысяч человек. И это одна из самых больших групп в компании Infinii. И Хитеш очень рад тому факту, что мы принесли эту бизнес-возможность на русскоговорящее пространство. И это просто потрясающе. So one of the very exciting things has been just how successful people have been over just the past three weeks or so. So in the first month alone, we had over a million dollars paying commissions and we had over 300 people who actually hit manager or higher ranks, which is a lifetime for most other companies. In our case, we did it in our first month. So we're very excited. Now we have a whole host of people from Russia who are going to be hitting those ranks and getting those commissions as well. So before I get into all of those details, I want to kind of backtrack and get a little bit about what's happened over the last two years. Let me translate this quickly. На самом деле, Хитеш хочет поделиться большим успехом, потому что буквально за три недели в нашей команде Infinii по всему миру больше 340 человек закрыли статус директора, закрыли статус менеджера, первый статус, следующий хороший карьерный статус менеджера. И во многих других сетевых компаниях люди там просто целыми, всю жизнь у них уходят на то, чтобы иметь такое большое количество людей, которые закрывают такие статусы в таком количестве. И первый объем выплат комиссионных составил больше миллиона долларов. Представляете? То есть люди, которые работали, и вот сейчас комиссионные больше миллиона долларов. Это фантастическая статистика. Но прежде чем говорить об этой бизнес-возможностях, Хиташ хочет чуть-чуть назад вернуться и рассказать об истории создания бизнеса и вообще о том, чем мы тут занимаемся. So, when we first started out, about two years ago, the whole idea was creating a model where the average person can succeed. They can make money using the product and they can make a lot of money being a partner. And that really doesn't exist right now in the network marketing world as a whole. So, when we started out two years ago, it was a very novel idea. We built everything ourselves. Everything was done internally. That's one of my jobs as a CTO. To build these things. And we had tremendous success. Over the last two years, we had over 2.5 billion dollars done in sales by our members on eBay and Amazon and other platforms like that. So, it was very exciting. And the whole question was, how can we take it to the next level? How can we make it even better? And what are the other markets that we can involve here? And that's where Infinii came into being. And, in fact, two years ago, у Фиташа родилась такая idea, как сделать так, чтобы большое количество людей, то есть обычный, средний человек, мог преуспеть в индустрии CTO бизнеса. Потому что, вы знаете, как люди связаны с тем, что они покупают товар, продают товар. Не каждый преуспевает, не каждый может что-то сделать. И Фиташа была такая, чтобы любой человек, средний, обычный человек, мог на самом деле подключиться и на самом деле зарабатывать и изменить свою жизнь по-лучшему. И, вы знаете, есть определенная история, 2 года компания работала на платформе DSDomination и продаж была создана более чем на 2 миллиарда долларов и комиссионных было выплачено людям около 400 миллионов долларов. То есть, это на самом деле факт, это очень интересная, большая статистика. So, the whole issue was that we were kind of limited in just the world of e-commerce. And it's the best model there is, when you get to piggyback off of eBay and Amazon, Google and other major companies like that. That's a great model, but you're limited in that. There are 2, 3 other very major markets where it's very important for us to go into so the average person can succeed there as well. Like digital services and freelancing services online, which, as you know, are very big in overseas, in Russia, and most of Asia Pacific. So, the whole idea behind Infinii was being able to expand out of just e-commerce into many of these other places. And building a compensation plan, building a partner system alongside it that rewards members for e-commerce production, for working as a freelancer and many other things like that. So, that's what we have been able to achieve with Infinii. And as we roll out over this whole year, actually, it's just going to be a transformation experience for most people. And Hittash говорит о том, что на самом деле рынок электронной коммерции, он совершенно фантастический и он огромен сам по себе, но и в той же степени он ограничен. То есть, например, многие люди знают про Amazon, про eBay и там есть физический продукт, который продается. И многих людей мы уже научили, как использовать эту электронную коммерцию, но на самом деле есть еще другие страны региона, которые не участвуют вот в этой именно товарной электронной коммерции. И есть дополнительный рынок о которых Hittash говорит, это рынок цифровых продуктов, например, кто-то пишет книгу или урок какой-то публикует о том, как что-то делать. Или, например, вы знаете, многие люди делают работу по интернету, это рынок фрилансеров. То есть, вот эти, мы пошли шире, мы пошли дальше и глубже, и мы расширили этот бизнес-возможность для людей в других странах. Теперь они могут принимать участие не только в электронной коммерции, в товарной, они также могут принимать участие в продаже цифровых продуктов и в продаже продуктов услуг фрилансеров. То есть, это огромный, такой большой комплекс услуг, и это что-то, нечто следующее, большое, что нас с вами ждет. So, you know, let me actually address what my role here is. My role is to make sure everybody has the accurate information on this, because this is the only model that exists right now that will work for the average person, both as a partner and as a customer. So, my job is to make sure that all of that is communicated very clearly, that all the answers are available all the time. for questions that are addressed and to provide all of this in your native languages. So, to that end, we have actually already started a very strong translation process. We have webinars coming in Russian. We obviously have you doing an excellent job already. And then we have a lot of materials like the compensation plan and the back office trainings coming in Russian as well, which hopefully we can show them today. Yeah, I will. And on the other hand, we have to talk about what is his role in the same way. His role is to convey to the idea of how it is and to give people full of understanding, how it is all going to look at it, to answer the questions, to understand the question, so that any person who knew how it works, and we could all of this all of this can be used. И в связи с этим многие материалы, а сейчас Хиташ об этом будет говорить, переведены на русский язык, и в принципе это вот такая большая работа, которую Хиташ возглавляет, чтобы все-все понимали и все следовали вот этому правильному направлению. Суспенд your emotion for a minute, forget the excitement for a second, and just evaluate this yourself. Have you ever seen numbers like this come out of a company? Have you ever seen a company be this successful so quickly? Have you ever seen the average member be so successful where countless people in a company are making money, where most of the companies, you have 1% of the people succeeding? This is the only kind of model that's going to work in the future. This is the kind of model that the government regulations are looking for. This is the kind of model that the average customer is looking for. So this is the only thing to be involved at the moment in. And I'm really excited just what way it's going with in Russia and many other places as well. But we are just thrilled to have everybody on board, and I would love to get into some of the more complex questions and get them, you know, bring them up to speed and give them some confidence in what we have. И на самом деле Хиташ говорит, что вот эта бизнес-модель, которая у нас есть, она на самом деле единственная, которая в своей роде такая успешная. Посмотрите на нашу статистику, сколько много людей сходу начинает зарабатывать большие деньги. И посмотрите на всю другую статистику, потому что в других компаниях, там, ну, в принципе, несколько процентов людей только зарабатывают деньги здесь. Модель так построена, что любой человек, он может получить здесь выгоду от этой системы. Он может быть клиентом, он может быть партнером. Он в любой ситуации начнет здесь зарабатывать деньги. И с учетом того, что мы выходим на такие вот широкие рынки. И, конечно, он будет ждать таких больших, важных, серьезных вопросов от людей, чтобы... Он, как он сказал, даже любит сложные вопросы для того, чтобы это все помогать разъяснять. И он на самом деле говорит о том, что у любого человека, конечно, есть право выбора, например, продолжать что-то искать себе дальше. Или присоединиться к этому успешному движению и присоединиться к числу людей, которые в следующем месяце будут свой статус менеджер, это будет человек. Или, опять-таки, продолжать что-то себе искать. Хотя мы говорим о том, что числа, цифра и статистика говорят сама за себя. So let's talk about some of the specifics on what we have going right now and what's coming out. So there are a few enhancements that we made just from the beta-lessalons. So we did a beta for a month, and we checked out our systems, and we made sure the numbers were working out right. And we saw some things that could be improved. So one of the major places that we could improve was the beginner bonus, where we enhanced it to make it much stronger. We're actually the only compensation plan now where you can genuinely be successful and be profitable with just one sale with the new advanced beginner bonus. And all the details of that are actually available in the compensation plan document that is also in Russia, and hopefully you can send out after this hangout is finished. И на самом деле, то есть компания, находясь в стадии бета-тестирования, бета-предстарта, посмотрела на статистику, посмотрела на результаты работы и увидела, есть определенный момент, который нужно улучшить. В том числе касалось бонусов, которые получают наши партнеры в нашей компании. И вы увидели, что у нас появилось два новых бонуса. Это бонус, который работает в течение 30 дней, когда вы сами подключаете новых партнеров, и также командный бонус, когда вы и ваша команда делаете производство. То есть эти два бонуса у нас появились, и они основаны на том, чтобы люди сразу же быстро начали получать существенные деньги. И об этом вы увидите у нас переведенный компенсационный план, он будет сегодня там, вы об этом чуть лучше говорите. Вы можете это все прочитать в компенсационном плане на русском языке. И это вообще один из критических декций, которые люди должны подключить компанию. Это характера компании, потому что мы все знаем, что там есть такое, что компания любит. Но в нашем случае, что мы сделали, мы смотрели и сказали, что мы хотели быть очень рады. Поэтому, если вы сделали это, то, что у вас в месяце вы получите это, то, что вы получите. Мы решили это. Но если вы не не решили, то, что мы готовы. И граждане запретены 30 дней. Поэтому, чтобы заработать, то, что мы удовлетворять в компенсационном плане. Но мы allegeм о том, что это все, что у нас успешно, и люди так все делается, что у нас получился на действия. И мы можем спermanence. И на самом деле он говорит о том, что мы хотим, чтобы люди чувствовали себя счастливыми, и, например, вот этот 30-дневный бонус, который вот, когда что-то подключается, он получает возможность первых 30 дней получать дополнительные бонусы, на самом деле, если вы не достигли статуса директора, например, или вы не достигли вот этих бонусов, не воспользовались, то компания даже делает так, что она заново отсчитывает счетчик в январе на эти следующие 30 дней, чтобы вы могли получить преимущество вот этого первого 30-дневного бонуса, и были счастливы, и уже получили определенный день, потому что Китаж говорит, что он хочет видеть большее количество счастливых людей, кто начал зарабатывать деньги сходу. So, it's kind of easy to get lost in the specific details sometimes, and forget the big picture, and the big picture to keep in mind is what is InfiniEye as a whole, right? So, the InfiniEye system, the brand, is about combining the digital world, the e-commerce world, and the freelancing world with the network marketing side. So, this is not about us being another, right? This is about us being the only model of its kind, where we use network marketing the right way, which is as a very good distribution model. That's what network marketing is for, and at the same time, the customers are very successful, because they're doing the same things that they could do beforehand to be successful. You're selling on eBay, you're selling on Amazon, you're letting all the major companies do all the work, just like we are doing all the work for you on the network marketing side, and then you can also tap into the freelancing world. A lot of people don't realize this. The freelancing world is three times the size of the e-commerce world as a whole. Over a trillion dollars is transacted just in freelancing every year in North America alone. So, that's a whole new marketplace to enter into, and hopefully later, and unless you want to do all the Q&A right now, we will go over some of the statistics, and I can give you the numbers behind where we are going, why the company's direction is what it is, and how the actual members will benefit from it. Okay. And on the other hand, Hita says that, that, we are going to get some small, 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 kind of, simple, or like, wheezing data, like, where, 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 where we hit. And so, I would be part of all the whole team, so I wanted to tell you about that what-and-finii is, and where companies move. И что мы сделали? Мы объединили рынок электронной коммерции, цифровой коммерции и рынок услуг в интернете, фрилансер. То есть мы вот этот рынок объединили и объединили его через модель сетевого бизнеса. У нас также остаются клиенты, которые могут пользоваться нашими системами автоматизации, они также могут пользоваться нашей системой, зарабатывать деньги как клиенты, используя наши технологии. Но мы сюда добавили компенсационную составляющую MLM-маркетинга, и таким образом наша компания стала вообще уникальной. Второй такой компании нет, потому что здесь такие механизмы, которых нет ни в одной другой компании. И Хиташ хотел бы поделиться статистикой, например, рынок услуг в интернете, он в три раза в среднем больше, чем рынок электронной коммерции, товарной, потому что и он выходит за рамки одной какой-то географической страны. И если у нас будет с вами, как он сказал, больше времени, он даже покажет вам статистику. То есть насколько гигантская вся эта индустрия, интернет-коммерция, плюс цифровые продукты, плюс рынок услуг в интернете, и мы как компания еще добавим сюда MLM-составляющую, которая очень правильная и очень позволяет быстро развивать компанию. И это также в том, что это прекрасная новая продолжительность, и в этомretии, а кем случае, мы работаем между другим и другими компаниями, потому что мы работаем с нашими компаниями. Это как мы делаютlla фрегуру и лагерические компании, и мы видим, что это industries, которые будут очень добрым, и они будут уступны в непречении того, чтобы org Алина-маркетинга, и выкладывая все-надолицы, и мы получаем ее в одном из крупных компаний, и мы хотим, что они будут очень успешны, и выкладывая их, и подчетовая, и это будут сложные, и они будут, как они будут идти в мастер- Awards, и на это будет, и это будет. And on the other hand, bad leadership is about looking at what's making the company money and trying to do more of it, right? So this is the big difference between the business models and why we have been so successful. It's a paradox where the more you try to make your members successful, the more successful your company becomes. But companies who try to be more successful themselves and don't care about the members, they end up being unsuccessful. So we are very excited. I feel like we are in the right direction and we are doing the right thing and our art is in the right place because we are focused on member success and that's what making us such a tremendous force right now. Yes, let me, let me share that this is critical and important thing. И на самом деле, что происходит? Киташ говорит, что нас отличает от других компаний? Вы знаете, есть хорошее лидерство, хорошее управление, плохое или никудышное управление, неплохое управление, плохое лидерство. И на самом деле, в нашей компании, Алексей, ты уже познакомился со всеми руководителями, со всеми людьми в нашей компании, что нас отличает? У нас есть стремление, у нас есть основная модель, основное правило, которое мы следуем, это сделать так, чтобы найти способ, как максимально большое количество наших партнеров, участников нашего бизнеса преуспели, процветали и чувствовали себя комфортно. То есть компания делает все, чтобы наши партнеры чувствовали себя хорошо. Есть компании, которые заботятся о том, чтобы компания чувствовала себя хорошо. И когда конечный дистрибьютор в чем-то страдает, то происходит так, что компания вроде как стремится выиграть от того, что она думает о себе, а о людях нет. А у нас наоборот, мы думаем о людях, мы стараемся, чтобы люди у нас чувствовали себя комфортно. И когда наши люди чувствуют себя комфортными, успешными, вся компания стремительными темпами расширяется. И вот это основной момент, который мы постоянно об этом думаем. И это основной, как бы то, что нас двигает с такой скоростью вперед. Люди видят это, люди к нам присоединяются, только осознавая, что это так и есть. Поэтому, hopefully, people see why this is the right place to be in, and why it's going to be so good. The other big critical factor is, what kind of third-party reliance do you have as a company? Most of the companies have a third-party software company that provides their background software. They have an IT department that somebody else is, and so on. And then they have a product that somebody else is. So they get stuck. In case there's a problem with the product, a problem in the process, or their software stops working, they are stuck, because there's somebody else who's dependent for it. In our case, we have invested all of the farms, and invested in the manpower, where all of the system is our own. Everything that you see in the back office is our own. We don't owe anybody anything. The technology is our own. So it allows us to make changes as things come out. And that's what's kept us so adaptable, and change as things have changed on the internet. So that's another big component people should be looking for, especially when you're international, because that's where a very critical thing changes, right? When you're international, you have to be able to make changes very, very quickly for the international market, because rules are different, laws are different, and the approach is different. So that's one of the big factors that's also made us very successful, and why we will be, you know, we are much better equipped to handle the kind of volume you guys are winning right now, than I think most people like. It's true. It's true. It's true. And on the same time, еще о чем говорит Хитай, что он надеет, что вы видите то, о чем мы говорим, и он хотел также рассказать, что еще нас отличает. В других компаниях очень часто программисты или программное обеспечение, они не принадлежат компании, это не их собственный продукт, они просто пользуются услугами третьих сторонних организаций. И если речь идет о том, чтобы что-то быстро поменять, не всегда у них быстро это получается, или какие-то там сбои, и на это уходит время, и от этого компания часто страдает. В нашем случае в Infinii все программисты, все программное обеспечение, все сервера, то есть все это находится в наших руках, мы это все контролируем, это все наше, мы вложили сюда деньги, ресурсы, это все под полным нашим контролем и управлением. И особенно, когда вы работаете на международном рынке, иногда нужно по-разному быстро все менять, иногда законы меняются, иногда ситуация меняется, иногда нужно быстро что-то там сделать, какие-то изменения, которые влияют на работу всей организации вот в этом регионе. И как раз этим нас отличает, что мы можем все это быстро менять, адаптировать, и это сильная сторона, сильная составляющая нашего бизнеса. И сейчас мы хотим сказать, какие у вас есть выборы у партнеров компании Infinii, что вы имеете в руках? Итак, вчера мы уходили из бета-мод, и мы уходили в прелаунч, что это означает, что до сегодняшнего, по-другому, это интересная вещь, все номера сегодня, все номера теперь на effort вот передателем, отсутствует, неorth invoice, нутинг, это просто судя, потому что люди, это людей, какие-то, на самом деле, после чего мы выбрали по другому, и вот как мы обращаемся с плечами, в том, что мы обращаемся к платформу, о том, что мы видим, то что мы видим, это момент, что, возможно, Многие партнеры reversed вку, в том, что мы благодовем по подпорту, На самом деле, то, что у нас происходило в предыдущем месяце, у нас была бета-версия, ребята, и сейчас мы переключаемся с бета-версии на такой легкий предстарт. И представьте, какое количество, огромное количество людей к нам подключилось, не имея никаких реферальных ссылок, не имея сайтов воронок, не имея каких-то страниц рекламных и так далее. Просто путем того, что люди говорили друг другу о том, что вот сейчас у нас этот бизнес, и у нас совершенно колоссальное количество подключилось. Так вот, сегодня в течение суток произойдут изменения, и вы увидите, мы вам предоставим много инструментов для работы. Это будут уже ваши собственные реферальные ссылки, это будет уже сайт, это уже будут сайты-воронки. То есть много сейчас об этом фитаж будет говорить. Представляете, какая будет статистика? Это то, что все многие люди ждали. Awesome. So, not only do we have replicated sites going live, now we have, you know, full-out reporting and everything. We have the new back office available for you guys. Hopefully, many of you have already seen it. If you haven't, go check it out. Most people like it. And the big focus now is making sure that you understand the foundation of e-commerce is in place. Now you understand how it works, but now we're moving into the real stuff, into the master classes with the e-commerce certification program, which would be a great thing for international markets. So, if you're somebody who goes through our process, who goes through the training and gets the certification, and you score very well on your exams, you actually get an interview with Infinii Corporate. We actually do an interview with them to see if we can bring them on board as a trainer or bring them on board to work with other people in Russia and other people in Mirk, whichever location they are in around the world. So, it's a very big opportunity for members who have been hoping to take a course, do that on an exam, and then maybe even get an interview and a potential job working for Infinii directly, and then also working with other members as a freelancer through our freelancing system. So, all of this stuff is completely going to change the way the game is played, as they say, online, because there is no competition for what's coming out. And then, what you'll see today, and many people already see, that we've already connected to a new back-office, now there is a new update, and you'll see more and more in the back-office of this back-office of you will see statistics, and so on, and so on. And, as important, you'll see, that we have a chance to have a chance, as a company we will provide certification, 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 and certification, certification, and certification, and those of you who will do this training, you will do tests in a special way in the company, and if your test will be a provider, then, вполне возможно, даже сама компания может вас пригласить для работы, чтобы вы могли обучать других партнеров компании Infinii, и также, чтобы вы могли работать как фрилансер, то есть, чтобы другие люди тоже ваш сервис могли пользоваться, и за это вы тоже будете получать определенные комиссии. То есть, это то, что сейчас ждет нас, это вот это обучение, чтобы мы были профессионалами. То есть, изначально мы подготовили вас к тому, что у нас есть, а сейчас мы будем повышать профессиональный подход к этому всему делу. So, to prepare for what's coming, we know we're expecting somewhere around 300,000 people to join us over the next three months to six months. So, to prepare for that, we've already moved over to bigger servers and our own internal management system for it. We have boosted the number of people working in our support staff. We have really put in place, and you have seen, you know, we have a very well-oiled machine working in our corporate side now to make sure things are being done properly and quickly, that we have a good cadence for things. And as you guys come in, you will see a whole new face of everything. Many of you are already able to see things that are propagated to the new servers. Most of you who don't see it yet, by 10 p.m. tonight, we expect we'll be able to see the more payouts, the bonus payouts, the rank achievement payouts, and so on. All of those will be available as well. So, we, as a company, we're ready to be a great, and a great, and a great, and a great way to do it. We expect in the next three months to have about 300,000 people who will be connected to our business. So, we're going to move the entire company and we're going to move the entire company, we're going to move the more powerful servers, we're going to move the back-office, we're going to move the back-office. those of you who are still not connected to the back-office, you, кстати, you'll see, you'll see that after 10 hours will be a new system of payment, and one of the things that we did as a company is, we decided that we're not going to rebuild members until they have all of the right Russian resources for themselves to use. I think we talked about this before, but even for all of the other members, to make sure that everybody gets to experience this properly before they get to make a decision that we're going to rebuild until the 27th year. So, they have plenty of time to make a decision, not worry about, you know, rebuilds and so on. So, you have time to focus on your business very quickly before you even get billed again. And what's also very important is that Ketage said about this, that this monthly amount of money, for example, 50 dollars, it's a company, because the task is to make sure that every person understood and focused on the business, with the point of view, which we're doing in the business, which we're doing in the electronic commerce, which we've already understood, and we've already understood how it works, and we've already made some money, and we've already done it, and we've already done that, and we've already done that. And so, the company also moves, and we've already said, which is the date, which is the date of 27th, but this will be the fact that we've already done. Which again hopefully shows that same difference. Because, you know, for most companies, the focus is how quickly can we collect money, for us the focus is how quickly can we pay the fee to be happy and keep everybody successful. So we are holding off the rebills for that reason right now. And so, we're holding off the rebills for that reason right now. And so, you can also отличate… Which, which is the same difference? Because you know, for most companies, the focus is how quickly can we collect money. So, what I would like to do is basically open the floor and say, If you guys have any specific questions, anything that you want me to cover right now, I'm more than happy to, and ask the tough questions, because I prefer those. The thing is, we don't have this set up, so they can ask online. Right. When I figure you have such a good relationship with your team, you probably know some of the questions that they might have. Yeah, for instance, some people, they were waiting the translated materials, and it was announced that they will show up by the 15th of January, so even those people who signed up in December, they kind of was expecting that the revealing time will start from the 15th of February. Right. Yes, for the Russian team, that is what we are doing. And we have a question, I felt wrong about the making of Russia, that the overall monthly abundance will be took place. Well, we were talking about the 15th of January, right? We thought of a kind of until the descendant of the 2nd of January. We would want to carry out that a 2nd of this fundraising. And he says that for thehard military team that has not been in that a lot ofbins in the language use, we schedule my diplomatic budgets to make it a 3rd of February, so even through that. То есть, если вы подключились в декабре, например, 10 декабря, вам не надо будет платить второй раз 10 января. То есть, вся ваша следующая абонентская плата будет 15 февраля. Если вы подключились, например, 5 января, вам не надо платить, что сдвигается на 15 февраля. То есть, это очень серьезное заявление, как раз хитаж подтверждает о том, что он думает о людях, о компании, о том, чтобы вы себя чувствовали комфортно. То есть, во всей компании они сдвинули этот промежуток до 27 января, потому что много людей знает английский язык в разных регионах, они уже начали торговать и пользоваться системами. Но так как в России задержка с переводом была обоснованная, которую мы объявили, то именно в этих целях, только для русскоязычного пространства, для нашей команды в России, это сдвинули до 15 февраля. Это очень хороший нос, ребята. Ага. На с Teacherе, наибрация этого ко страна, в этой к해�ASA то есть и понятен х resto-корmusелик. Yo думаю, в конце примера, мы над jesteśmy очень двумя, без взаиму Я знаю, как Алексей и т.д. Но мы приглашаем людей, которые понимают, что если вы просто работаете, и ты делаешь это в правильный способ, то вы сможете быть очень успешным. И это единственный бизнес model, который существует сейчас, в мире, в мире, о том, что вы хотите получить это. Поэтому просто выберите это. Я не знаю, почему бы кто-то смотрит так долго, и не будет в этом случае, или не будет в этом случае, или не будет в этом случае. И я не говорю, что я не буду в этом случае, как партнер. Я знаю, что каждый компания хочет. Это чуть-чуть, что мы obviously хотели. И мы хотели бы вам свою инфинную курсцию. Но на то, что вы тоже хотели бы сделать это. Но нужно работать на то, что вы сейчас любите. И работать на вашей интернете, хрустящей и компания. И вашей интернете, хрустящей бизнес. В ней же это все, что вы начинаете стараться на что-то. Вondер-технице, вы начинаете. Смотрим, что у вас есть домино на дороге. Это будет удачаилов или дадим больше бизнесм diffuser. И в целом, чем у нас. Ости, что я уже говорила, это киджио, кредeda, фитами, и нету. So don't just sit back, just get going, you have to do something to get excited and to get plugged into it, and that will naturally lead you down the right path. He said, that the only way in life is to start seriously doing business, seriously paying attention. And he said, that we have to do this in the company already everything. He just recommends you to start actively acting. Maybe you won't be actively building structure, but you can already focus on electronic commerce. You can already start doing something to achieve your future financial success. And I can give you guys one piece of advice as somebody who is regarded as being successful in business in general. You have to learn to recognize trends. You will learn how to do that with your e-commerce business as well. You know, what's selling and what's not selling. You learn to pick out those trends, but you have to look at trends in the world as a whole. Traditional retail is going down. E-commerce is going up. Traditional network marketing is going down. This type of technology focused, e-commerce based, whatever you want to call it, this hybrid model of network marketing is what's trending up. There's a reason why Infinia is trending up while so many other companies are trending down. You have to learn to pick these trends. And if you don't learn to pick those trends and you don't learn to plug into them, you won't adapt. And then you will wonder five years down the road, what happened? Why did I end up in a bad position? So pick out the trends before they become the mainstream. That's the big difference. There are people in here. What we did two years ago is we recognized that e-commerce was a big trend and we picked up on that. And now it's mainstream. Now everybody knows about eBay, Amazon and things like that. Two and a half years ago, not so much. Not a whole lot of people were aware of it. So we were able to capitalize on it as a company, as individuals. And that's the chance that you have right now as well. This type of a hybrid model is where everything is headed. Technology-based world is where everything is headed. Uber, Airbnb, all these companies. It's all transactional companies that are based on technology. And that's what you have to plug into as well if you want to be successful 2, 3, 4 years down the road. И Хиташ хочет дать вам маленький совет. Он говорит, что, конечно, вы научитесь находить товар подешевле, продавать его подороже, определять, что продается, что нет. Это легко, вы этому научитесь. Но самое важное – это определять тренды. То есть, на самом деле, что успешно, а что неуспешно. Куда идет улица, куда все движется. И он говорит, что, например, два года назад они усообразили и увидели, что за будущее, за электронной коммерции. Тогда люди не сильно знали, что такое eBay, Amazon. Они не торговали. Очень мало было на эту тему информации. Они уже тогда это все увидели. И они увидели, куда все это идет. Они уже тогда начали двигаться в том потоке. А сейчас это огромное движение. Так вот, за счет того, что они разглядели вот эту возможность, они преуспели, заработали и как компания, и как индивидуумы в этом направлении. И то же самое Хиташ советует вам. Он говорит о том, что розничные магазины, они разоряются. Электронная коммерция идет вверх. Например, обычные сетевые бизнесы, они терпят поражение, терпят неудачу. И, например, вот эта гибридная модель, она за ней будущее. За этим будущее – это единственный способ, как это дальше все это трансформируется в огромный поток. И он вам просто советует оказаться в самом начале вот этого тренда, вот этого движения, чтобы вы вместе с компанией дальше двигались, преуспели. Но самое важное, чтобы вы это увидели. Потому что какая будет ваша жизнь через 2-3-4 года спустя. И кто-то не разглядит эту возможность, не увидит ее и скажет, ну ладно, я там подожду или буду чем-то другим заниматься. А потом будет удивляться, что же произошло, что я сделал не так, почему я оказался на обочине. Поэтому совет Хиташ – это чтобы вы увидели, куда идет вот это движение, куда идет основной тренд. Это вот именно Хиташ говорит об этой гибридной модели электронной коммерции, цифровых продуктов, вот этого нетворка, как эта программа сетевого бизнеса, которая вместе все это соединяет. Н턱авые, которые сейчас готовим вам в тренде, в芥я対linая выдал проводLSсироп. А у нас есть позже критика, у нас есть право низкое результатеSec board. Иko с уникальный образователь, зло на athlete, имеет имеет участие. Уникальный смертный уровень, у него några тех или зло, сливающий у меня настроение, validательный смертный уровень, у него так и проba на lost przeрезавая достижение на самом деле. Алекс est parte навык, был обм mia幸им эффектным людям, что говорит via участвовавшему клиентов и итоговails Carol И Хиташ хочет поделиться с вами, что он говорит, что вам нужно для успеха всего четыре элемента. Первое – это увидеть вот это направление движения, это правильный тренд. Второе, что вам нужно – это иметь знания определенные. Третье, что вам нужно – иметь инструменты. Четвертое – это ваши собственные правильные усилия. И он говорит, что мы как компания вам даем направление, куда все это движется. Мы вам даем знания, они есть в Бук-Офисе, мы вас будем также продолжать обучать. И мы даем вам инструменты, которые здесь есть. И он, в частности, привел меня в пример. Он говорит, что потрясен, с какой скоростью я построил большую, огромную команду, приложив свои усилия вот к этому бизнесу. То есть он говорит, что в моем случае Алексей разглядел это направление. Он стал начал разбираться, получать знания в этой области. Он стал применять эти инструменты и начал прикладывать свои усилия. Это привело к совершенно серьезным результатам финансовым. И, you know, the kind of success stories that have come out are so incredible. We – actually, about three weeks ago, I had a message from a lady who can't walk. She's paralyzed from waist down. And she's been working and using the e-commerce stuff. And now this was her first week. When she wrote me, it was the first week where she had made any profits online. Now she was profitable in that first week when she was using the system. We have stories of people who have come out and said, I have tried promoting other companies. It's never worked out because, right, I mean, how many people can you go and sell coffee to, for example? I'm not saying that coffee companies are bad or something. But there's a limit to it. This is the first time you actually have something where you don't have to be embarrassed about it, where you don't have to worry about how many people can approach with this. You don't have to worry about true saturation in that manner. There is a real, real value to this for the average person. And that's why we were given many options. We were given options to charge thousands of dollars for this. There's obviously a lot of costs in the background for us. But our whole focus was let's keep it so reasonable that the average person can be successful. They can come in here without the huge issue of massive upfront costs and so on. So they can come in and be successful. So you guys are in the perfect place at the perfect time, plugged into the perfect team, dealing with the perfect people. You really should just... И, например, с ним связался, поблагодарил, потому что он присоединялся в другие сетевые компании. И он никак не мог там раскрутиться, никак не мог начать зарабатывать. То есть как-то не имел это все смысла. И вот здесь вот он увидел вот эту возможность, и у него стало все получаться. И он уже получил результат, и он очень поблагодарил Киташа. И поэтому, как компания, вы здесь каждый найдете свою нишу, и вы сможете здесь преуспевать, потому что здесь компания предоставляет все на сегодняшний день, то, что нужно для того, чтобы достичь успеха. So at this point, I think we have covered pretty much everything. If there are any pressing issues or anything specific... Maybe we'll show them the translated presentation. Друзья, на самом деле... В чате, в скайпе... А, окей. То есть когда же все-таки включат язык, и когда будут материалы на чате? Ребята, на сегодняшний день сейчас мы вам покажем... Сделаем демонстрацию экрана. И Хитаж хочет показать новые слайды презентационные, которые у нас сейчас появились. И все спрашивали, когда это будет. Хитаж, дай себе our back-office. Дай себе транспорт. Sure, sure. So what we have done is essentially put out a translated version of our PowerPoint presentation. We've also put out a translated version of the compensation plan. And we've also actually built out the translated pages for webinars for presentations to be done, just like we have the ones right now. So you'll be actually able to use these and start marketing aggressively if you're looking to market or understand the whole process. And we're also getting all of the translated materials coming out. We're told over this week we'll have everything for the back-office as well, including all of the training videos and so on. So there'll be some titles there. But if you have any questions or you're wondering how the system works or how to present this, you now have everything that you need. This is everything that you essentially will need to present this to other people, so people can easily understand what you're talking about when you're referring to e-commerce and things like that. И Хиташ говорит о том, что сейчас он демонстрирует слайды презентационные на русском языке, которые мы сегодня будем раздавать. И также он говорит о том, что у вас также в back-office появилась возможность... Хиташ, вот если я сейчас... И также вот система приглашения людей на презентации, чтобы вы могли регистрировать новых людей в команду и расширять бизнес. И также он говорит, что сегодня в течение недели вы увидите много загруженных материалов на русском языке о том, как работает эта система, как этим всем пользоваться. То есть большинство материалов уже переведено. И на этой неделе они будут добавляться в back-office. То есть вот Хиташ показывает систему вебинаров для приглашения людей. Вы кидаете просто ссылку, люди регистрируются. И после этого они попадают в список ваш приглашенных вами людей на просмотр презентации. Вы с ними позднее можете списаться. Это как уникальная система приглашения такая, которая заводна на компанию. Она очень эффективно работает. И также Хиташ хотел вам еще раз показать вот эти презентационные слайды. И Хиташ говорит о том, что также компенсационный период переведен на русский язык. И он у нас также будет в back-office. И вы сможете его прочитать и посмотреть слайдер. И также система обращения в службу саппорта, она также переведена на русский язык. И там в back-office вы сможете увидеть что-то на русском языке. Вот, Хиташ показывает платформу Helpdesk. И ему он сейчас переведет это на, покажет, что это работает на русском языке. Сейчас он правильную страницу. Если вы хотите продолжать объяснить другие вещи, я буду использовать другие вещи. У него есть сейчас ссылка, он сейчас ее... Сейчас он пришлет ссылку мне, мы откроем ее, и вы увидите, что у нас даже служба поддержки на русском языке работает. Обращение в службу поддержки на русском языке. Так, а я сейчас хочу вам показать вот эти слайды, пока он это делает. То есть вот мы начинаем проводить презентации по новым слайдам по всему миру. Вы можете делать презентации в актовых залах, вы можете делать презентации в интернете. Это на русском языке слайд от компании. И здесь как раз просто станет все понятно, на самом деле бизнес станет более понятен для людей. Здесь есть демонстрации, на чем построен бизнес, что почему компании розничной торговли не преуспевают, а компания интернет-торговли преуспевает. И здесь есть пример, что вот посередине вы видите компьютер, который делает автоматизацию. Здесь нашли за 8 долларов, тут продали за 17. Если человек не хочет заниматься сетевой составляющей бизнеса, он может овладеть этой системой и просто зарабатывать деньги, используя Infinii как инструмент. Также вы можете здесь строить... Видите, здесь даже инструменты. Вы можете отсканировать товар и продавать его. То есть здесь все это есть. Расчет потенциального дохода. То есть для нас, для всех самих будет все гораздо легче, если мы все это прочитаем на русском языке. Это понятно. Вот эти презентационные слайды. Объясняет компенсационный план. И здесь есть, кстати, слайд с записью на мастер-класс. И получите сертификат Infinii как специалиста по электронной торговле. С тем, чтобы вы могли сами обучать своих партнеров и стать тренером. То есть потенциал, который открывает компания Infinii, просто бесконечный. И вот особенно мне нравится вот эта система приглашений. То есть до этого мы делали приглашение просто через знакомых, друзей, открывали бы к офису, отсылали людям мобилку. И Хиташ говорит, что после этой презентации в описании этого трансляции мы вставим ссылку, и вы сможете по этой ссылке зайти и посмотреть даже, как выглядит служба поддержка на русском языке, обращение службы поддержки на русском языке. Да, мы можем сделать это. Да, это верно. Так что на самом деле, мне кажется, это огромное количество новостей, которые мы сегодня вам предоставили. И я считаю, что у нас началась новая эра. Люди хотели выйти на просторы интернет-коммерции, Amazon, eBay, но у них не было инструментов, не было знаний, не было с чего начать. И благодаря Инфиняя и Хиташу, в частности, мы все получили это фантастическую возможность. Я просто говорю, что в русском рынке, особенно в русском языке, так много людей, они не знали, как начать торговля. Они слышали о Amazon, eBay, но они не имеют инструментов, знания. И сейчас мы им даем возможность. И так же, вот это обучение, оно будет на разных языках, чтобы люди на разных языках могли обладать этими инструментами и знаниями. И в частности, мы начинаем, например, на английском языке. И так же, это обучение, оно будет снабжено титрами и переводом на русский язык. И таким образом, русскоязычные наши партнеры смогут это точно так же посмотреть и использоваться этим. То есть, самое важное, что мы будем обучать людей этим знаниям по всему миру на разных языках. И так же он говорит, что он советует каждому из вас хорошо владеть. и пройти это обучение и получить зачет на этом экзамене. Потому что вполне возможно, компания просто вас знаменит, чтобы вы работали как тренер и помогали другим людям в рамках уже компании Infinii проходить это обучение. Это всегда хорошо, получать хорошую оценку на экзамене, и это всегда оплачивается потом. Великолепно. 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 Я думаю, что вы все очень рады за то, что происходит. Я вижу, что 1500-х людей, которые были на этом, в целом, в целом, в целом, я очень рады за то, что это все работает. Очень воодушевлен тем, что здесь происходит, потому что нас сейчас в прямом эфире смотрят почти полторы тысячи человек, и в записи, я уверен, посмотрят еще порядка 80 тысяч в ближайшие пару дней. И поэтому у нас с вами грандиозное будущее, и я не знаю, как спать. Я говорю, что сейчас в Москве 10.40, я не знаю, как вы будете спать. Если бы я сейчас был в Москве, например, в часовом диапазоне, я бы точно не спал до 5 утра, я бы работал по-сумасшедшему, а Хитаж говорит, он тоже не знает, как вы будете спать, потому что большинство всей компании Infinii никто не спит, и постоянно работают трудосуточно. Спать дорого. Это очень дорого. Да, это очень дорого. Да, цена этой возможности очень высока. В следующих часов, люди увидят больше и больше и больше апдейтов. Да, да. Как серверы продолжаются пропагать, вы начнете видеть больше апдейтов, полный трекинг на все комиссии, которые были выпадены. Вы увидите, что вы ждете, что вы ждете. На самом деле, еще раз подытожим, что в ближайшие несколько часов вы будете видеть все больше и больше разных обновлений, что касается комиссии, выплат, статусов, достижений и много чего еще остального. Поэтому следите за back-office, продолжаем работать, расширять наш бизнес. Это очень интересно. Мы можем закончить с этим красивым новым. Да, мы должны. И, возможно, вы увидите всех снова на следующем вебинаре или на следующем Hangout. И, возможно, в следующем году мы сделаем это, мы получим успехи. И также Киташ говорит, что мы с вами увидимся скоро на следующем таком же прямом эфире. И, в общем, даже большое количество людей, кто захочет поделиться с вами историей успеха. От работы на платформе, от работы с нашим компенсационным планом, в плане расширения организации. То есть это мы запланируем, мы это проведем. Я от себя хочу добавить, что следующая неделя будет совершенно жаркой. Я знаю, что будет происходить. Многим, много людей к нам сейчас будет присоединяться. Алексей, есть еще какие-то вопросы, которые... Мы уже ответили на этот вопрос. So, Киташ, one more question, which is a receipt from Skype. So, when we are going to have transfer to do the sales in Russia? That's one of my reference. Within this week, over the next seven days, that's what our team is working on right now. Я получил вопрос в Скайпе, то есть когда же будет включен русский язык, вот именно как использовать всю эту технологию. И Киташ ответил, что в течение следующих 7 дней. То есть это не через, а в течение. Материалы будут добавляться, и вы параллельно сможете их шаг за шагом уже начинать смотреть. There's an order of events. We always begin with partner materials first, and then we move to the customer materials, because we are always updated customer materials. So we have to keep, you know, get the latest version in there. And we always translate the partner materials first, since they are the ones who are building the business aggressively, they are the ones who are actually doing a lot of work. So we want to respect that, and we do that for them first. И у нас есть определенная очередность, как мы переводим материалы. В частности, к нам присоединилось много партнеров, и люди хотят понимать эту партнерскую составляющую бизнеса. Поэтому мы начали с того, что перевели все, что касается партнерства и участия в компании. Это компенсионный план, это презентационные слайды, это все вот эти моменты. И также мы постоянно переводим материалы, которые люди могут пользоваться уже как партнеры, которые подсоединились. Нет больше вопросов. Отлично. Друзья мои, поэтому на этой позитивной ноте давайте возвращаемся к работе, спать дорого, как мы уже приняли. Мы сейчас продолжим работать с хиташем, и все, что мы здесь узнаем, поймем, мы также с вами будем делиться. Я желаю вам фантастического успеха. 2016 год. Знаете, как все достигли нового финансово-правильного состояния. И с вами Фомин Алексей, хиташ, и здесь наши партнеры из России. Это Алексей Ридель, Алексей Михайлов с супругой. Так что, ребята, до новых встреч. Следите за новостями. Я коротко хочу сказать, что 19-го числа в 21.00 по Москве мы будем проводить следующую встречу в интернете. Мы об этом вам снимем суп. И я согласен с этим. Я сказал, что на 19-е вентиляции в 9-м в Москве мы будем проводить следующий и мы будем проводить. Я желаю им успеха и великолепного успеха. Великолепно. Семь для меня.